МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на муниципальном телеканале. В студии работает Ирина Панфилова. Здравствуйте. И вот что вы сегодня увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Северном Казахстане появится агропромышленный парк. Аким области рассказала о реализации плана нации 100 конкретных шагов. Чужой здесь не пройдет. Пограничники региона провели полевые учения. Какой на этот раз был сценарий? Ушла на нерест. С 20 апреля на месяц в Северном Казахстане вводится запрет на ловлю рыбы. Какие водоемы попали в декретный список? А теперь обо всем по порядку. В Северном Казахстане будут выпускать кировцы, запустят инновационные производства и создадут дополнительные рабочие места. Об этом говорила Ким области на брифинге в филиале службы центральных коммуникаций. Ерик Султанов рассказал, какая работа проводится в регионе по реализации плана нации 100 конкретных шагов. Репортаж Кристины Горбаченко. С 1 января в стране началась реализация плана нации 100 конкретных шагов. Глава Североказахстанской области детально рассказывает, что сделано и что еще предстоит. Ерик Султанов говорит о формировании госаппарата, верховенстве закона и, конечно же, о сельском хозяйстве. Именно от этой отрасли зависит экономический рост и благосостояние североказахстанцев. Отдельные шаги 60 и 61 в плане нации уделены развитию производства молока, молочной продукции производства, переработки мяса, а также увеличение экспорта. Сегодня Североказахстанская область производит порядка 10% республиканского объема молока. В регионе работает 120 молочных хозяйств, функционирует 71 сельскохозяйственный кооператив. В текущем году планируется начать строительство четырех современных комплексов в Акжарском, Аверталском, Мамблюдском районах и районе Макжар-Нажмабаева. Вместе с этим необходимо создавать новые инновационные производства и привлекать в регион зарубежных инвесторов. В плане нации на это ориентированы пять шагов с 55 по 59. В ряде районов Северного Казахстана уже идет реализация совместных проектов с иностранными бизнесменами. Это итальянцы в Акжарском районе в этом году пробно отсеют 5000 гектаров рапса. Перспективы с ними следующие. Если, допустим, бизнес будет складываться хорошо, а этому необходимо содействие окажем, то они готовы возделывать еще 60 тысяч гектаров в нашей области. Такие земли у нас есть. А в Таиншинском построят агропромышленный парк, где планируют выпускать растительное масло, мясные и молочные продукты. В районе имени Габита-Мусрепова появится завод по глубокой переработке зерновых, а в Петропавловске откроют транспортно-логистический центр. В этих направлениях заинтересованы китайцы, а вот финны хотят заниматься в нашей области рыбным хозяйством и производством стройматериалов. Есть у североказахстанцев договоренности и с россиянами. Совместно с Петербургским тракторным заводом намечается проект по производству кировцев на площадях нашего Кастехмаша. В мае месяце здесь будет руководство Петербургского завода господин Серебряков, это генеральный директор. Их миссия уже из технических руководителей, экономистов у нас были здесь уже, и они высоко оценили потенциал нашего завода. И скорее всего в этом году мы начнем производство кировцев. В этом году в эксплуатацию сдадут 11 жилых домов, а согласно 41-му шагу в регионе идет легализация. Жители уже узаконили 9 объектов недвижимости, которые находятся за рубежом, и еще почти 1,5 миллиарда тенге. Идет в регионе и социальная модернизация. Для более 8 тысяч первоклассников будут закуплены учебники и учебно-методические комплексы на сумму свыше 95 миллионов тенге. То есть в этом направлении финансирование обеспечено на 100%. Порядка 100 миллионов тенге выделено на обновление компьютерного парка. На проведение капитального ремонта в 68 объектах образования направлено более миллиарда 300 миллионов тенге. На брифинге прозвучал и самый горячий вопрос – о дорогах. В городе Петропавловске в этом году запланирован ремонт 20 километров автомобильных дорог средним ремонтом. Это ремонт примерно такой, как в прошлом году мы провели 24 километра на 10 улицах. То есть полностью будет заменено покрытие, полностью бордюры, полностью остановочные павильоны. Это улицы Труда, улица Абая, улица Батарбаяна и частично улица Олиханова. Журналистов интересовала судьба двух простаивающих заводов. По словам Ерика Султанова, на биохимии сменились инвесторы. И к концу 2016-го его должны запустить. А предприятие Аулие Голдмайнинг продолжит добычу золота в Исильском районе после закупки дополнительного оборудования. Произойдет это тоже в текущем году. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Изменения в сфере земельного законодательства обсудили в Петропавловске. В документе предусмотрены новшества в рамках реализации плана нации «100 конкретных шагов». Какие поправки были внесены в земельный кодекс страны и когда они начнут действовать, расскажет Ксения Куценко. Поправки в земельный кодекс вступят в силу уже в июле этого года. Законодательство изменили, чтобы реализовать 35-й и 36-й шаги плана нации. Земли сельхозназначения планируют ввести в рыночный оборот, чтобы повысить их эффективность. На сегодняшний день 98,6 миллионов гектар земель сельхозназначения находится в долгосрочной аренде. И только 1,2 земель процентов находятся в частной собственности. Одним из главных факторов принятия данных реформ являются результаты, проведенные Министерством национальной экономики в 2019-2014 годах масштабной инвентаризации земель. По всей стране неиспользуемых земельных участков, как показала проверка, более 19 тысяч. Это 7,4 миллиона гектаров. Теперь ситуация изменится, говорят специалисты. На сегодняшний день по республике местными исполнительным органам проводятся уже подготовительные работы. 1,7 миллиона гектаров подготовлены. С вступлением в силу данной нормы с 1 июля уже будет проведение аукционной формы продажи земельных участков. С новшествами знакомят аграриев региона. Поправки вызывают немало вопросов. Сколько стоят участки, как будут проходить аукционы, кто может претендовать на земли. Те земли, которые переданы из спецфонда для ведения сельхозпроизводства, есть смысл, наверное, поддержать, одобрить данные предложения по выкупу земельных участков и так далее. Что же касается по землям, переданным в уставный капитал, это паевые земли, то, конечно, не у каждого сегодня крестьянских хозяйств, которые объединились для ведения крестьянских хозяйств, найдется сегодня достаточно средств для их выкупа. Выкупить арендные участки землепользователи могут на выгодных условиях. Владение землей дает ряд и других преимуществ. Сегодня условия рассрочки 10 лет и 50-50% скидки на выкуп земельных участков, я думаю, достаточно удобные для нас. Земли, находящиеся в частной собственности, уже и банки второго уровня, и другие институты будут большей уверенностью брать залоги. И отношение людей, крестьян к своей собственной земле будет совсем по-другому. В Североказахстанской области сельскохозяйственными землями пользуются более 3000 крестьянских хозяйств и порядка 600 ТО. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Агрария из Северного Казахстана готовится к посевной. В командитном товариществе Мамбет ФК в Мамлюцком районе сейчас ремонтируют технику. Начать сев там планируют в первых числах мая. Наша съемочная группа побывала в одном из передовых хозяйств региона. Командитное товарищество Мамбет ФК – одно из крупных в Северном Казахстане. Общая посевная площадь – 19 тысяч гектаров. 17 из них в этом году засеют зерновыми, остальные – масличными. Во время весенней страды на полях будут работать 9 кировцев, класс, а также больше 80 единиц другой современной техники. Сегодня в машино-тракторном парке хозяйства идут ремонтные работы. Василий Недашковский три года трудится механизатором в командитном товариществе. А вот за рулем МТЗ-82 он уже четверть века. В общем-то закончил ремонт. Получается, вот клапанов сейчас закрываю, проводку соединяю, аккумулятор ставлю и все. Можно пробовать, заводить будет. Михаил Маляковский – механизатор с полувековым стажем. Осенью должен идти на пенсию, однако сидеть дома не собирается. Говорит, пока здоровье позволяет, будет сеять и убирать хлеб. Главное, чтобы техника не подвела. Работал на К-700, в данный момент работаю на Джандире. Новая техника по сравнению с К-700, она более производительная, легче в управлении. С 1 апреля в хозяйстве приступили к обработке семян. Заготовили 3300 тонн серна. Еще больше 100 тонн элиты закупили у местных агроформирований и в соседней России. У нас 1500 тонн пшеницы сорта. Омская – 35, 800 тонн Омской – 36, 636 тонн Астана, 72 тонны твердой пшеницы. Кроме того, у нас есть ячмен совершенно нового сорта – Боярченко. ГСМ-хозяйство полностью обеспечено. Если погода не подведет, начать сев планируют 5 мая. В работах будут задействованы порядка 180 сельчан. В командитном товариществе Мамбетов и Ка занимаются животноводством. В 2012-м из США завезли 300 голов ангусов мясного направления. Заграничные буренки дают хороший приплод. Сегодня в хозяйстве реализуют больше 90 годовалых телят. Бычки, рожденные от искусственного осеменения. Искусственное осеменение ежегодно проводим. Покупаем семя быков топовых. Селекция американская. И осеменяем искусственное. Что еще? Кормление и содержание. Особого труда не требует у него. Своевременные поить, кормить. Больше ничего не надо. Проводим своевременные вакцинации. В этом году в Мамлюцком районе планируют засеять 177 тысяч гектаров. 137 из них займут зерновые. На сельхозьянственных работах будет задействовано в пределах 900 тракторов единиц, 776 сейлок. Кроме того, 24 посевных комплекса. Техника практически на сегодняшний день 99% готовности. Всего в Мамлюцком районе работают 54 товарищества и 183 крестьянских и фермерских хозяйств. Договоры на поставку ГСМ заключили с тремя операторами. 2100 тонн топлива уже привезли. Ирина Панфилова, Бахатсадвокасов, Владимир Боровков, Новости МТРК. Продолжение выпуска новостей после рекламы. Оставайтесь с нами. Строительная компания «Казградстрой» и жилищно-строительный кооператив «Наш город» продолжает работу по возведению двух 16-этажных домов на строительной площадке жилого комплекса «Казалжар». На первом 16-этажном доме на пересечении улиц Жабаева-Партизанская залито перекрытие восьмого этажа, окончено армирование и установлена опалубка для возведения монолитных колонн девятого этажа. На шестом этаже завершена кирпичная кладка. На втором 16-этажном доме на пересечении улиц Жабаева-Маяковского подготовлено для бетонирования перекрытие седьмого этажа. Кирпичная кладка ведется на четвертом этаже. Частично выполнена установка оконных блоков на втором и третьем этажах. Во дворе комплекса продолжается строительство подземного паркинга. Забетонировано днище, стены и колонны первой половины. Там же произведена гидроизоляция стен, устанавливается опалубка для перекрытия. Выполнено армирование второй половины нижней плиты, подготовлено к бетонированию. Активно ведутся продажи на 12-этажный, 1-подъездный 55-квартирный дом в жилом комплексе Козлжар на пересечении улиц Маяковского-Горького. Все строительные объекты находятся под защитой охранного агентства «Боец». Казградстрой воплощает мечты в реальность. Эта боль длится вечно? Випросал – мазь на основе змеиного яда. Помогает при боли в мышцах и суставах. Випросал – жизнь в полный рост. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем. 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 Продолжаем выпуск. Поймали двоих гастарбайтеров. Это итог полевых учений, которые проходили среди пограничников области на участке заставы возле села Белое в Мамлюцком районе. Участвовали в тренировке больше ста человек. Моя коллега Александра Солмина познакомилась с работой командного пункта. Еще вместе с военными догоняла нелегалов по бездорожью. Едва рассвело, в 5.30 утра прозвучала команда сбор. Отряд пограничников прибыл на место. За 7 минут поставили палатку. Это участок недалеко от села Белое в Мамлюцком районе. Здесь в командном пункте порядка 20 офицеров. У каждого своя задача. Карты, телефон, компьютеры. Здесь готовят распоряжение по охране границы. Кстати, даже в полевых условиях техника у военных работает без сбоев. Все благодаря мобильной электростанции. Ее мощность 6 киловатт. Докладывать о ситуации на участках нужно каждые полчаса. Поэтому в считанные минуты оборудовали и узел связи. Здесь имеется проводная связь, радиосвязь. С подразделениями государственной улицы мы имеем возможность обеспечить все виды связи прямо отсюда, в полевых условиях, со всеми подразделениями границы и с высшестоящими органами управления пограничной службы. Пока мы знакомились с работой штаба, поступила вводная. Тревога. На участке 113 пограничной заставы в районе пограничного знака 2877 обнаружены следы двух неизвестных. Задержать нарушителей. Военные спешат к машинам. Граница в опасности. Ни талая вода в поле, ни ямы, ни ухабы уазам не страшны, говорят водители. По бездорожью проехали несколько километров. А вот и незваные гости. Они прятались в лесу. Следы найдены, а значит, надо подать знак. Погоня, как в настоящих боевиках. О страхе пограничники должны забыть, говорят военные. А еще важна хорошая физическая подготовка. И вот нелегалы пойманы. В машину их сажает Евгений Алтухов. С 2004 года он служит водителем-техником десантной штурмовой заставы. Говорит, чаще всего незаконно пересекают границу летом и осенью. На заставах обычно проходят нарушители азиатской национальности. Обходят вдоль пунктов пропусков. И поступление сигнала или с пункта пропуска докладывают на заставу дежурному. Дежурный докладывает начальнику. И выдвигается группа для оказания задержания. Вот и сегодня в руки пограничников попали гастарбайтеры. Не настоящие, конечно, это переодетые свои. В таком режиме военные работали весь день. Учения длились 12 часов. В них участвовали больше 100 человек. Александра Салминак, Азбек Иркбаев, Новости МТРК. А теперь оперативная информация о паводке. По данным спасателей, подтопленными в регионе остаются 8 домов в Есильском, Козылжарском районе Макжана-Жумабаева. А на Петропавловском гидроузле вода пошла на спад. За ночь уровень понизился на 4 сантиметра. Сейчас подтоплена дорога на 528-м километре. Глубина перелива местами достигает 60 сантиметров. Там введено ограничение движения для всех видов транспорта. Также на этом участке выставлен пункт ДПС. Имеется КАМАЗ для перевозки людей. Еще два участка залиты водой при въезде в Заречный со стороны моста. Дорога там пока открыта. Но спасатели советуют не заезжать в поселок на легковых автомобилях. И переходим к другим темам выпуска. Внимание нерест. С сегодняшнего дня на реке Исилии и всех притоках водохранилищ запрещена ловля рыбы. Ограничение вводится на целый месяц. За порядком будет следить природоохранная прокуратура и территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Специальные рейды на браконьеров планируют проводить даже ночью. Что грозит нарушителям, расскажет Олег Загоруйко. Эти кадры сняли во время рейда в районе Шалакына. Полуметровую щуку, которая могла бы стать гордостью любого рыбака, прокуроры освободили из сетей. А нарушителей оштрафовали. Отдых на природе им обошелся почти в 20 тысяч тенье. Двое местных жителей были введены в заблуждение некоторыми охотопользователями о том, что они имеют право в любое время осуществлять лов рыбы. При проверке документов у них не оказалось соответствующего разрешения. Они использовали незаконные средства лова, то есть эти сети из мононити, выловили щуку. За два дня рейда административное взыскание наложили на семерых рыбаков. Их улов превысил 100 килограммов. Введен запрет в следующих местах и сроки. На водоемах Истинского бассейна налов, отлов, сбор и заготовку щуки, язи и судака с 15 апреля по 15 мая, то есть месячный срок. Сазан и карпа с 20 мая по 20 июня. Гомаруса с 1 августа по 15 сентября. Сбор цисты артемии запрещен с 1 марта по 15 июня. Вечных раков с 1 июня по 15 июня. Помимо этого, рыбалка в нашем регионе на реке Есиль, Селите и на всех притоках водохранилищ запрещена в связи с нерестом. Ограничение будет действовать месяц – с 20 апреля по 20 мая. Всего с начала года зарегистрировано 73 факта нарушения правил рыбной ловли. Конечно, браконьеров гораздо больше. Поэтому в сезон нереста контролирующие органы проводят рейды регулярно, даже ночью. Кстати, с этих выходных в центре внимания будут не только рыбаки, но и охотники. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, Казбек Рыгбаев. Новости МТРК. Ценой жизни. В Петропавловской пожарной части номер 5 установили мемориальную доску в памяти об Алтынбеке Абдрахманове. Он погиб при тушении одного из домов в микрорайоне Береке в конце декабря прошлого года. Наш корреспондент расскажет подробнее. На открытии памятной доски собрались родственники, друзья, коллеги Алтынбека Абдрахманова. Командир отделения пожарной части номер 5 трагически погиб в предновогоднюю ночь при исполнении служебного долга. Он тушил пожар в частном доме в микрорайоне Береке. Алтынбеку было всего 27 лет. Алтынбек Абдрахманов был спасателем с большой буквы. Именно так о нем все отзываются. Противопожарной службе он проработал более 7 лет. Был командиром отделения. Принимал активное участие во всех спортивных соревнованиях и занимал призовые места. Вспоминают сегодня коллеги. Я являлся капитаном команды по пожарно-прикладному спорту. У нас ежегодно проводятся соревнования областные. И наша команда, именно первой части во главе с ним, 4 года подряд занимала первые места. Спасать людей от огня Алтынбек мечтал с детства. Рассказывает отец. После армии сразу устроился на работу в пожарную часть. Во-первых, благодарность всему личному составу. Первой части, всего штаба, всему МЧС Североказахстанской области. Рожаем благодарность за неоставленное внимание. Он был очень доволен и рад был этой своей работе. Всегда отдавался полностью этой своей работе. Трудолюбивый. У погибшего Алтынбека Абдрахманова остались жена и двое несовершеннолетних детей. Гульнара Можикеева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. В Петропавловске прошел финал музыкального шоу «Покажи себя». В нем участвовали студенты Североказахстанского государственного университета имени Монаша Кузыбаева. Вырученные от продажи билетов деньги пойдут на лечение восьмимесячной Насти Шараповой. Напомню, у девочки цирроз печени, ей требуется дорогостоящая операция. Подробности в нашем сюжете. Слайд с фотографией восьмимесячной Насти Шараповой о том, что этой малышке нужна дорогостоящая операция за рубежом, наш телеканал рассказывал не раз. У девочки цирроз печени. Сегодня она вместе с мамой находится в одной из московских клиник. В северном Казахстане активно идет сбор средств. Это музыкальное шоу «Покажи себя» тоже в поддержку Насти. Организовали его студенты вуза совместно с партией «Нуратан» и творческими коллективами. У нас в университете сбор осуществлялся, ящик помощи. И мы решили поддержать девочку. В шоу участвуют 13 студентов. Галина Чевягина читает одно из любимых стихотворений Эдуарда Эрнста «Сердца матери». О, если б можно было, не жалея, свою бы жизнь отдал. Живи, живи! Произведение проникновенное усиливает впечатление трогательной отрывки из фильма о маме – самом главном человеке в жизни каждого из нас. Нужно не забывать о своих родных. Ну и также наш вечер проходит по благотворительности Настеньки Шараповой. Я бы хотела пожелать родителям ее сил, терпения, показать, что они не одни. К выходу на сцену готовится и Кристина Мустафина. Покорить жюри решила танцем. Оттачивает движение перед зеркалом. Наше выступление проводится в качестве благотворительной акции. То есть мы надеемся, что все собранные средства пойдут на пользу. Конечно, желаем здоровья девочки, чтобы скорее выздоравливало. Победители шоу выберут в трех номинациях – вокал, танец и полет вдохновения. Кстати, попасть на концерт мог любой желающий. Стоимость билета для зрителей – всего 200 тенге. Мы, как только узнали об этом мероприятии, решили, что очень важно помочь девочке, потому что это очень большое горе, которым страшно столкнуться. Мы очень сочувствуем родителям этой девочки и хотим, чтобы она побыстрее поправилась. Никого не оставило равнодушным выступление юных моделей из театра «Тамирис». Возможно, через несколько лет, благодаря неравнодушным людям, также по сцене сможет ходить и Настенька Шарапова. Всего на ее лечение требуется 3 миллиона рублей. Пока удалось собрать лишь третью часть этой суммы. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Это была последняя новость выпуска. Спасибо за внимание. О погоде на четверг 21 апреля. Днем облачно, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13, днем 14-16 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова